Обама попросит богатых американцев раскошелиться Рисунок к статье Бараку Обаме нелегко убеждать конгрессменов Фото Президент Барак Обама собирается поднять налоги для состоятельных граждан США Это предложение он озвучит сегодня в ежегодном послании Конгрессу о положении в стране Скорее всего оно встретит критику со стороны занимающих большинство мест в обеих палатах Конгресса республиканцев В очередном ежегодном послании Конгрессу Барак Обама намерен предложить увеличить налоги для богатых А также отменить льготу на сбор за унаследованные ценные бумаги Сотрудники Белого дома сообщили в СМИ, что президент призовет повысить налоги до 28% для семей Общий годовой доход которых превышает 500 тысяч дол Действующая сейчас ставка в 23,8% также была установлена при Обаме А до него она равнялась 15% Кроме того, Обама хочет, чтобы американцы платили налоги с ценных бумаг с момента, когда они были унаследованы По словам представителей президентской администрации, которые раскрыли детали речи Обамы Эта реформа в случае ее реализации коснется 1% лиц, получающих доход В Вашингтоне хотят уверенности в том, что зажиточные граждане США честно выплачивают налоги Для чего должна быть закрыта фискальная дыра в виде трестовых фондов, через которые миллиарды долларов ежегодно уводятся от налогообложения Предложение президента скорее всего встретит сопротивление со стороны республиканцев, которые располагают большинством в обеих палатах Конгресса Хотя их лидеры заявляют, что разделяют стремление президента реформировать сложнейший налоговый кодекс США Они уже неоднократно выступали против большей части предложений, которые Обама собирается представить К примеру, большинство республиканцев хотят снизить или даже отметить налог на доходы Это касается и налога на собственность, который они желают сократить, а не увеличить Выступление президента пройдет в достаточно сложной обстановке, потому что это самый недружественный ему Конгресс Конечно, и раньше расклад сил был не совсем в пользу Обамы, но сейчас обе палаты настроены по отношению к нему крайне оппозиционно В ситуации, когда предстоящие два года Обама вынужден это учитывать, масштабные инициативы невозможны Минус сказал в беседе с НГ заместитель директора Института США и Канады Ран Валерий Горбузов В то же время в Белом доме рассчитывают, что республиканцы поддержат другое предложение Обамы, которое он также собирается довести до сведения Конгресса Речь идет о введении сбора с финансовых компаний, чьи активы превышают 50 миллиардов долл По посчетам администрации США, увеличение налога для богатых, сборы сообладателей унаследованных ценных бумаг и финансовых компаний принесут в течение 10 лет дополнительно в бюджет 320 миллиардов долл Большую часть этих средств Обама хочет потратить на комплекс мер, призванных поддержать средний класс По словам Горбузова, смысл предложения Обамы состоит в том, чтобы убедить законодателей, повышение налогов коснется небольшого числа граждан, но выиграет миллионы американцев, и в первую очередь средний класс Вся экономическая программа при Обаме направлена на строительство в США общества среднего класса, минус сказал он Миссия Обамы в оставшиеся два года заключается в том, чтобы не растерять электоральную базу демократической партии и привести ее к президентским выборам 2016 в более или менее сносном состоянии На руку демократам должны сыграть и такие предложения Обамы, как обеспечение студентам двухгодичного бесплатного обучения в государственных колледжах и повышение уровня оплаты отпусков Ожидается, что Обама обратит внимание и на ряд инициатив в сфере кибербезопасности и защиты тайны частной жизни, недавно объявленных Белым домом Речь идет о призыве к более активному обмену информации между федеральным правительством и частными компаниями и новых мерах по предотвращению крупных хакерских атак Пока не ясно, какова оппозиция законодателей по поводу этих инициатив Лидеры Конгресса в основном хранят молчание Предложение о защите потребителей от мошенничества и правительственного вмешательства, которое было внесено ранее, провалилось в Конгрессе в прошлом году Американские эксперты считают, что упоминание Обамы о необходимости защиты семейных банковских счетов может быть самым удачным рекламным пунктом этих предложений Ранее предполагалось, что в основном президент будет говорить на тему внутренней политики Тем более, что рейтинг Обамы начал повышаться на фоне улучшения экономической ситуации и снижения безработицы в США Но недавние теракты в Париже и беспокойство американцев по поводу угроз экстремистов дали президенту повод затронуть в послании внешнеполитические темы Впрочем, каких-то кардинальных открытий во внешнеполитической части послания Обамы Конгрессу горбузов не ожидает Все, что было сказано президентом США в последнее время, в той или иной форме будет повторено Это касается угроз, исходящих от ИГИЛ, вируса Эбола и России как агрессора в Украине Минус отметил он Что касается разрешения украинского кризиса, то тенденция состоит в том, чтобы поддерживать режим в Киеве на словах, но давать понять, что разбираться с Украиной и помогать ей все так и дело Европы Это концепция мирового лидерства из задних рядов, которую Обама пытался реализовать еще в свое первое президентство Во второе президентство это не очень получается Тем не менее наблюдается стремление напрямую не ввязываться в конфликты, а по возможности с минимальными потерями руководить ими